Назиральник на выборах – это одночасово и контролер, и святка, бо он является святком подей, які отбываются на протягу дня голосования на выборчем участку, за яким он замацаванный. А так само он имеет право и обязанность оформлять свои посвящения по решениях под час выборов в виде заяв и актов, и накеровать их ответственным службовым особам. В первую очередь, назиральник должен зарегистрироваться. Для этого звернуться до старшини комиссии, циего намесника, ци секретара, а коли нема никого з їх – до любого сябра у комиссии. У дальнейшим для отримания информации звертаться до керавництва комиссии у тем же парадку. Что треба фиксовать? Фиксовать примус до удела у датарминовом голосовании при заявлении великих организованных группов выборщиков, студентов, вайсковцев, працонных у держустановах. Постараться за межами участка зафиксовать чергу на видео и фото, а так само высветлить, хто примушает истинно-датарминовое голосование, прозвище и посаду службовой особы, якая загоняя. Отриманную информацию об загоне необходимо поведомить журналистам и координатору. Выявлять усе выпадки выдачи некольких бюллетенев одному выборщику. Одному выборщику выдается только один бюллетень для голосования при предъявлении документа. Таким документом может быть пашпорт громадянина Республики Беларусь, вайсковый билет, службовая посвящение работника державного органа, посвящение кировцы, пенсийное посвящение, посвящение об инвалидности при наемности у им фотографии, студентский билет. У выпадку страты тих крадежу пашпорта, доведка органа внутренних справ, якая подтверждает особу громадянина. Кожный выборщик голосует особиста. Голосование за инчих громадян у тымлику по доверенности недопущально. У выпадку выявления факта отримания одним выборщиком некальки бюллетенев, писать акт порушения, поведомить журналистам и координатору. Фиксовать присутность на выборщем участку сторонних особов. На выборщем участку могут знаходиться сябры комиссии, выборщики, назиральники, доверенные особы кандидатов, журналисты. Коли присутничают сторонние особы и тым больше, которые вмешиваются в процессе голосования, те пытаются руководить с працей комиссии, вернуться к руководству комиссии с вопросом, кто эти люди и на каких подставах находится на выборщем участке. Склассить акт порушения, поведомить информацию журналистам и координатору. Працена назиральника подчас подлику голосов. Подчас подлику голосов сачить за выполнением процедуры подлику. Спачатку мусяць быць подлищенные бюллетені у скрыні папяреднега голосовання, пасля – у скрыні голосовання памесцы знаходження выборщика и наприканцы – у скрыні основнага дня голосовання. Неабходна звернуться перед подликом до керауніцтва комиссии с письмовой пропановой, каб подлик бюллетеня увелся таким чинам, кабусь все присутные имели макчымасть бачать кожный бюллетень і ў їм воля выявлення выборщика. Для гэтага неабходна, каб кожный бюллетень демонстраваўся усім сябрам комісії. О выпадку порушэння процедуры скластьі акт. Паведомить информацию журналистам і координаторам. Пасля сканчэня галасаванні і падлику сфатаграфаваць выніковый протокол і даслаць координатору. Дякую за перегляд!